18 октября 2019 года пройдет социально-благотворительная акция «Путь к дому», инициированная Уполномоченным по правам человека совместно с Министерством внутренних дел Якутии. Ее целью является выявление бездомных лиц, нуждающихся в реабилитации и социализации. Данная акция будет уже седьмой. Шестая акция «Путь к дому» проводилась с сотрудниками МВД Якутской в столице Якутии в течение августа и сентября текущего года. Например, мы с ними, как правоохранительные органы, органы внутренних дел, как полиция, с ними разбираемся с точки зрения совершения преступления. Какой они создают оперативную остановку в городе Якутске. Все-таки люди в силу разных обстоятельств оказались в трудной жизненной ситуации. И тут проявить благодушие и такое доброе отношение, и конкретно вовремя подать руку и вытащить человека из этой ямы. И в этом помогает сотрудник полиции. Конечно, это глаза общества, это повышает авторитет полиции, правильно? Это наша прямая обязанность с точки зрения профилактики. Например, даже одного человека мы поставим путь истинный, значит, мы работаем-то не зря, скажем так. Полиция несет в основном карательные пункции, но я думаю, мнение общества тут немножко ошибочное. Мы несем еще в то же время, с точки зрения милосердия, иногда протягиваем руку помощи, для того, чтобы люди вернулись в нормальную жизнь и не совершали преступления, правонарушения. Поэтому в этом отношении, конечно, эта акция нужна. Проходили профилактические мероприятия, которые позволили создать банк данных лиц без определенного места жительства, наладить контроль и учет тех, которые социально реабилитироваться не желают. Ну так вот, с 8 августа, да, все мероприятие у нас началось на территории города Якутска. Более 300 граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, доставлялись в органы внутренних дел. Дектилоскопировались. Кто совершил правонарушение, привлекались к административной ответственности. Через суд были помещены в специальный приемник 110 лиц. В шестой акции «Путь к дому» впервые был применен новый опыт взаимодействия МВД Якутии, уполномоченного по правам человека с муниципальными органами власти и землячествами республики. В администрациях лусов, районов, городов были определены ответственные сотрудники, которые в рамках акции отрабатывали на месте вопросы трудоустройства, жилья, ну и последующие реабилитации, ресоциализации граждан, которые именно желали вернуться. И здесь бы я хотела отметить положительный опыт намского улуса района, значит, самой районной администрации и администрации села Намцы. Значит, здесь конкретно гражданскую высокую позицию показали главы указанных муниципальных образований. И надо отметить, что лично глава села Намцы, значит, Ленского наслега Намского района, привозил город Якутск нуждающегося гражданина, ну, при его желании, конечно, на лечение. Во взаимодействии с землячествами в свои родины были направлены 16 граждан. Это у нас Намцы 6, Чуропча 5, Усланданский 3, Верхневилюйский, Горный по одному лицу. Кроме Чуропчинского района, все вот эти, которые уехали с помощью глав, да, ну, и, да, они же в Курске были землячества, да, они все обратно вернулись, к сожалению, да, в город Якутск, так как их там никто не ждет, там условий для них нету, поэтому из 16, получается, 11 человек уже обратно вернулись. При Министерстве внутренних дел Якутии создана рабочая группа, которая контролирует ситуацию. Но практика показала, что силами полиции проводятся профилактические мероприятия, но этого недостаточно. Необходимы новые законодательные акты. Я бы хотела особо подчеркнуть, что постоянный комитет, который занимается вопросами социальной политики, Государственное собрание ЛТУМЭН Республики Саха-Якутия, начиная от разработки проекта закона, направленного на профилактику бродяжничества и попрошайничества, и направленного на реабилитацию и ресоциализацию лиц от бывших наказаний в местах лишения свободы. На рабочем совещании под председательством полномоченного по правам человека обсуждены вопросы проведения седьмой акции «Путь к дому». Определены задачи медицинских сотрудников и различных медицинских учреждений, налажено взаимодействие с представителями УФСИН России. Техническим обеспечением занимается МЧС России. Охрану, контроль, паспортный стол обеспечивает МВД Якутская. Окружная администрация города Якутска в лице управ будет контролировать территорию акции. В акции задействован Центр по трудоустройству и волонтеры Якутска. Питанием лиц, прибывших на акцию, обеспечат частные предприниматели. Телепрограмма «Точка взаимодействия» будет вести прямую трансляцию с места акции «Путь к дому». Особая роль акции «Путь к дому» отведена социально ориентированным некоммерческим общественным организациям. Это связано с наметившимся переломом в отношении к акции «Путь к дому» самих лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Первый год вот такая, да, такая, да, вот у меня я вчера перед совещанием просто вот смотрела, думаю, что-то у меня народу маловато. Вот конкретно, ну, 10 свободных мест, вот реально, в это время обычно у нас не бывает. Я просмотрела по фамилиям, ну, я же там смотрю, абсолютно вот 10 человек в ближайший месяц, кто ушли. Я их всех просматриваю, кто устроился на работу. Ну, даже некоторые работают как бы через меня, ну, не находясь у меня, потому что они, ну, сидевшие, их не берут на работу, деньги мне отправляют, их я им отдаю. Они квартиры сняли, ну, и так как больше контингента, естественно, мужчины, за лето познакомились с женщинами и стали жить с ними, что, чему я была очень даже удивлена. Ну, честно говоря, мне самой приятно, что такая динамика идет, что они не на улицу ушли, они не на улице. Я их всех как бы вижу, контролирую, ну, я имею в виду, что звонят, что-то спрашивают, что-то там помочь. То есть часть людей есть маргиналы, которые, вот, как вы, вот, Михаил Григорьевич, самые сложные, да, которые не есть, которые домой, а есть, которые социализировались. Да, и социализируется очень как бы много сейчас. Раньше такого не было. Те вот года, как бы даже до того, ну, даже до этого года, скажется, не было такого. Вот сейчас прямо очень много пошло, такая динамика нас, то, что они социализируются. У нас расширяется круг социально-ориентированных некоммерческих организаций. В этом году впервые заявилась организация «Вера», и мы, значит, будем также вместе отрабатывать. Поэтому мы сейчас уже на седьмой социально-благотворительной акции «Путдому» хотим понять, что на сегодня есть информация социально-ориентированных некоммерческих организаций, что картина меняется, что на сегодня люди, которые приходят к ним НКО, затем далее на улицу практически стараются не возвращаться. Конечно, есть, которые возвращаются, но больше тех, которые потом уже обустраивают свою семейную жизнь, уже обзаводятся, значит, ну, такими родственными связями, трудоустраиваются, самое главное, и перестают употреблять спиртными напитками. То есть на сегодня лидеры социально-ориентированных НКО, «Линия жизни», «Пенуэл», «Алмаз» это подтвердили, что на их примере по сравнению с предыдущими годами идет качественное изменение таких граждан, которые чувствуют сегодня поддержку общества, поддержку органов власти всех уровней. Поэтому, конечно, мы с вами незримо сегодня видим ситуацию, может быть, не так быстро, как бы хотелось, но вместе с тем незримо, качественно ситуация потихоньку, она поворачивается в пользу человека, в пользу его прав и о том, что любой гражданин, он достоин уважения. На акции «Путь к дому» достигнуто практическое межведомственное взаимодействие, которое позволяет учитывать работу всех ведомств и служб исполнительной власти. Впервые благодаря финансовой и грантовой поддержке различных ведомств республики и города Якутска социальную адаптацию лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут обеспечивать социально-ориентированные некоммерческие общественные организации. У них подготовлено 40 мест для лиц без определенного места жительства, для социализации и реабилитации. 18 октября на территории кафе «Хатэй», это возле Крытого рынка, мы уже традиционно там определяем место, потому что там есть уже ряд, ну скажем, таких точек, где живут, к сожалению, на улице наши с вами граждане, и будет уже развернута точка, значит, медицинское обеспечение, полностью обследование на ВИЧ. Значит, будут врачи с Якутского республиканского наркологического диспансера, будет организована доставка в больницу, где непосредственно будет флюорографическое обследование обеспечено. В общем-то, ну, основной сейчас, конечно, удар держит на себе промышленный округ, но мы сами видим, что и другие округа, конечно, необходимо, чтобы здесь тоже участвовали и, ну, более были активны. На сегодня активность показывает Гагаринский округ, ну и вот хотели бы, чтобы и другие Октябрьский округ, ну и неназванные округа, чтобы они тоже приняли активное участие. Также, значит, конечно же, это будет организована благотворительная горячая точка питания, и по братьям Сагаманяны, они у нас ранее участвовали, есть тоже у них понимание того, что людям надо оказать все-таки помощь, ну, потому что мы их, по сути дела, через и тоже такие механизмы их мотивируем на нормальную жизнь, что все-таки, ну, как-то стараемся разбудить их хорошее желание и светлые стороны, и притянуть их к тому, чтобы быть более полезным обществу, людям, населению. В этот день будет проходить анкетирование, консультирование по восстановлению документов и трудоустройству, психологическая помощь, оказание медицинских услуг, раздача горячего питания, определение желающих в реабилитационной организации. В рамках проводимой акции запланирован сбор теплых вещей для лиц без определенного места жительства. Вещи можно принести прямо во время акции «Путь к дому». Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия призывает неравнодушных жителей города Якутска принять активное участие в социально-благотворительной акции «Путь к дому». И обращаемся на сегодня к населению Республики Саха-Якутия, горожанам, оказать посильную помощь, нужны теплые вещи. 18 октября возле кафе «Хатэй» с 10 часов утра мы будем находиться на месте. Также обращаемся на сегодня к руководителям предприятий, к депутатам, представителям УЛУСов, которые работают на постоянной основе на территории города Якутска, также принять активное участие. Горячая линия, контактный телефон 507-363. 507-363. Где вы можете обратиться по волнующим вопросам по социально-благотворительной акции «Путь к дому». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова